Привет всем! Сегодня у меня очень важная процедура, именно лично для меня. Сегодня будет выведение бровей. Очередной этап. Недавно я делала лазер. Хороший эффект, но очень болезненно. Много крови, много корочек. И мне предложили попробовать новую вообще эволюционную методику, скажем так, в этом направлении. Это выведение пигмента татуажного ремувером. Это такое вещество, я вам потом дальше детально про него расскажу, которое выталкивает из глубоких слоев дермы пигмент наверх. Если это поверхностный борт татуаж, то оно вообще очень отлично, быстренько убирает. И я хочу попробовать, потому что у меня очень глубокие забивки 10-летней давности, которые лазер просто не увидит, скорее всего. И сейчас у меня на бровях находится анестезия, потому что мы будем приступать. И я вам просто покажу весь процесс и параллельно буду рассказывать, что происходит. Итак, поехали! Сейчас мы делаем проходочку ремувером. Процедура выглядит приблизительно так же, как и перманентный макияж, только вместо введения пигмента под кожу мы сейчас вводим ремувер. Это такое вещество, которое будет выталкивать наш старый пигмент, который у нас очень глубоко наверх. Очень хорошо сочетается ремувер с лазером, то есть одна процедура того, одна того, потому что лазер убирает основное количество краски, основной объем. Ремувер выталкивает очень глубокие слои. Если у вас очень старые татуажи, то вам как бы не обойтись без этого, потому что до определенного уровня лазер видит, а дальше он не видит. И как бы будут все равно оставаться следы, у вас видно будет на коже, что там что-то было. Но и баловаться только лазером тоже, конечно, я так поняла, не совсем хорошо, очень много проходов, потому что остаются шрамирования, остаются волдырики, и потом как бы очень сложно что-то сделать за бровями красивое. Вот, сейчас, смотрите, Аня забивает мне этот весь ремувер под кожу. На протяжении какого времени, Аня, сколько? Месяц, да? Да, месяц проходит регенерация, восстановление, отзаживление, и это через месяц уже можно будет оценить первый результат. Ремувер имеет в своем составе более 20 активных кислот, которые не являются раздражителями, не являются... Агрессивные? Не агрессивные, то есть это не агрессивные кислоты, то есть есть очень много витаминов, в частности А, В и С, как ни странно, которые есть неотъемлемыми для нашего организма. Ремувер помогает разгладить на секундочку килоидные рубцы, которые остаются после удаления лазера. Так что для тех, у кого уже есть такие рубцы неприятные, некрасивые на коже, это, мне кажется, просто спасение. Также ремувер помогает восстановить луковицу, кто будет выводить на бровях, на ресничках, вот, межреснички, стрелочки, то есть начинается расти. А, ладно, бусы не набивай, да? Мало кто знает вообще, что лазером можно выводить только брови. Только брови? Только брови. Лазером нельзя выводить ни стрелки, нельзя выводить межресничку, нельзя выводить губы, потому что цвет переходит в другой. Межреснички вообще на самом деле страшно лазером по глазу бить, это прям... Ну, некоторые делают, некоторые делают, и потом страдают, потому что уже приходит другой цвет, остаются рубцы, и ладно, не буду об этом, потому что я видела... Не, ну почему? Надо об этом говорить. Видела, видела результаты, это очень страшно, потому что начинается от сочности очень сильная, заживление очень длительное, там, не один месяц заживления происходит. Это ожоги, это по факту делает лазер. Да, в ожоге это повреждение очень сильное. Я после последнего раза два месяца назад сделала лазер, то у меня были сильные ожоги, у меня было очень много крови, что делали на больших мощностях глубоко, потому что очень глубоко сидел пигмент, было больно и достаточно страшно, то есть, кто не видел, можете зайти, у меня в инсте есть постик с фотками, где я сразу после процедур, поэтому сойдите, посмотрите, и вы думаете сначала перед тем, что делаете и где делаете. Смотрите, еще они делают очень классную штуку, это вот такие вот наборы, которые она дает клиентам после процедур, это набор для человека, который сделал выведение бровей, а это набор после перманентного макияжа, и это очень круто, потому что у всех сразу вопрос, что делать после того, как ты совершил процедуру, давайте посмотрим, что она кладет в этот наборчик. Мы сейчас рассмотрим с вами набор. Первое, самое важное, что есть в наборчике, это вкладыш для девочек, которые вышли от мастера и сразу забыли, что надо делать, вот для таких, как я, вот это очень важная штука. Дальше идут вкусняшечки, салфеточки протирать брови или что вы там выводите. Далее, это антисептический гель для рук обязательный, что перед обработкой бровей, ну, в моей ситуации бровей, надо обязательно обработать руки. И это вторая фаза ремовера, это дома надо будет обрабатывать. Видите, она запаковала все, что надо, вот само средство. Почитаю в инструкции, как бы, что именно надо делать. А вот это вот наборчик для девочек, которые делают перманентный макияж. Вот брошюрочка для тех девочек, которые могут забыть, как ухаживать после того, как мастер рассказал. То есть здесь расписано все-все-все в малейших деталях, это очень круто. И вот такой вот наборчик, как бы он мне сейчас не нужен, но я выпросила заглянуть, потому что уже очень интересно, что там кладут. Из знакомого нам это салфеточка, это антисептический гель для рук, это вот такие вот вкусняки, хлоргексидин, заживляющий крем восстанавливающий. И это салфеточки, палочки, как бы то, чем наносить это все на брови, а не пальцами туда лезть, как бы надо делать вот все очень стерильненько. Вот тут в брошюрке, смотрите, видно было, как до татуха выглядит уже зарубцованной. Явно ее выводили лазером. И вот так вот она выглядит после ремоувера. Смотрите, есть еще пара моментов, которые касаются как перманентного макияжа. Я это говорила в своем видео, когда мне губы делали перманентом. И скажу вам сейчас, обязательно следите за тем, чтобы вам мастер все делал одноразовыми расходниками. Чтобы вам показали иглы, чтобы вам показали вот эти вот, у них такие есть пластиковые маленькие колбочки, в которые все набирается. Все должно быть одноразовое, и это очень важно. Посмотрите, чем мастер стерилизует, как он это все стерилизует, чтобы он был в перчатках, потому что вам вбивают под кожу какое-то инородное тело, и как бы оно приживается в организме. Но если туда залезть еще грязными руками, то неизвестно, что будет. Далее, очень важно хочу сказать, что мастер Аня мне рассказала, лазером нельзя девочке выбивать, нельзя выбивать межреснички, нельзя выбивать стрелки. Хотя я думаю, ну как бы вы сами понимаете, что лазером бить по глазу, ну как бы не самое лучшее, что можно придумать. И когда выбивают губы, оказывается, меняют очень сильно цвет пигмент, и потом контур. Знаете, когда раньше было модно, сейчас такого уже не делают, но за контур обычно били, и очень сильно меняется цвет. То есть из какой-то красно-розового, фиолетоватого, у вас станет синий, черный, серый пигмент. Поэтому лучше в данной ситуации потратить чуть больше денег и сделать ремувером. Смотрите, сейчас брови мои под ремувером нанесли. Финальный результат будет понятен только через месяц, потому что ремувер будет работать на протяжении всего этого времени. Поэтому, девочки, ждем месяц, смотрим и решаем, что делать дальше. А пока, если есть какие-то вопросы, пишите в комментах, отвечу я, либо попрошу, чтобы ответил мой мастер. Всем хорошего вечера и красивых бровей!